Вы когда-нибудь чувствовали необъяснимый дискомфорт рядом с человеком? Да, доверьтесь этому инстинкту. Не путайте его с тревогой, это говорит ваша интуиция. Иногда ваше тело подает вам сигналы, учащенное сердцебиение, холодные руки, потливость. Ваше доброе сердце – это сокровище, но оно может сделать вас уязвимым для тех, кто не заслуживает вашего доверия. Прислушайтесь к внутреннему голосу, это ваше секретное оружие против разочарований. Сколько раз этот голос предупреждал вас не делать что-то, не идти куда-то, не связываться с кем-то, а вы его игнорировали? А что было потом? Вы уже знаете. Не все заслуживают вашего доверия и вашей энергии. Будьте подлинными, следуйте своей интуиции и найдите настоящее счастье. Вам знаком этот холодок в животе, это чувство, что что-то не так. Не игнорируйте его. Это говорит ваша интуиция, и она имеет огромное значение, особенно если речь идет о людях, которые вас окружают. Ангелы-хранители часто являются вестниками глубоких прозрений, и сейчас они пытаются общаться с вами. Они несут четкое послание, будьте внимательны к невысказанному в человеческих отношениях. Ваша интуиция – это предупреждение в запутанных ситуациях. Недостаточно просто чувствовать, важно понимать, почему. Здесь на помощь приходит критическое мышление, важнейший инструмент, позволяющий отличить правду от видимости. Мы живем в мире, полном информации, где внешность легко обмануть. Способность задавать вопросы, исследовать намерения и действия человека – вот что приводит нас к истине. Сколько раз вы чувствовали, что что-то не так, но все равно шли вперед. А потом жалели об этом. Ваша интуиция пытается защитить вас, так что прислушайтесь к ней. Это не просто недоверие, это мудрость. Некоторые люди не заслуживают вашего доверия и энергии. Доверяйте сигналам, которые вы чувствуете, и используйте их для принятия решений. Они – ваше секретное оружие против разочарований. Ангелы говорят о защите и мудрости. Речь идет не только о том, чтобы опасаться кого-либо, но и о том, чтобы быть внимательным к знаком и следовать своей интуиции, чтобы видеть истинную суть людей и ситуаций. Они хотят, чтобы вы больше полагались на свою способность критически мыслить. Подумайте, сколько раз вы упускали важную деталь. Каждая часть информации важна для понимания целого. Именно об этом и говорят ангелы. Обращайте внимание на детали, собирайте пазл воедино и прислушивайтесь к своей интуиции. Не обманывайтесь внешним видом. Понимание всей картины помогает защитить вас и построить более подлинную и настоящую жизнь. Когда мы честны с собой и своими чувствами, мы живем более полно и удовлетворенно. Речь идет не о паранойе, а о том, чтобы быть в гармонии со своим внутренним голосом и следовать тому, что он говорит. Доверьтесь этому инстинкту и позвольте ему вести вас прочь от иллюзий и ближе к истине. Доверяйте своей интуиции. Звучит просто, но она обладает огромной глубиной. Эта интуиция, возникающая из ниоткуда, очень сильна и питается вашим жизненным опытом. Это голос вашей внутренней мудрости, скорректированный Вселенной и вашим опытом. Мы не всегда можем полагаться на логику и конкретные факты. Жизнь полна неопределенности, и нам часто нужно принимать решения быстро. Именно тогда возникает интуиция, глубокое чувство, знания, выходящие за рамки логики. Когда вы прислушиваетесь к этому внутреннему голосу, вы получаете доступ к богатой библиотеке эмоций, знаний и воспоминаний. Он соединяет точки так, как часто не может сделать сознательный разум. В моменты неопределенности, когда перед нами встают жизненные пути, доверять этому шестому чувству просто необходимо. Интуиция, молчаливый проводник в хаосе, ведет нас через сомнения и сложный выбор. Вы когда-нибудь замечали, как в моменты неопределенности внутренний голос звучит четко и уверенно? Это и есть интуиция. Этот внутренний маяк, который появляется, когда все вокруг туманно, помогает нам справиться со сложными отношениями и трудными решениями. Он честный и прямой, это ваше самое настоящее «Я», которое говорит с вами. В следующий раз, когда вы почувствуете интуицию, уделите ей должное внимание. Возможно, эта вселенная сговорилась в вашу пользу, и с вами говорит совокупность всего вашего опыта. Прислушиваясь к своей интуиции, вы чтите свой путь, уважаете мудрость, накопленную вами за всю жизнь. Когда вы прислушиваетесь к этому внутреннему источнику подсказок, вы выбираете наилучшие возможности для своего будущего. Представьте себе, что каждое ощущение, каждый предупреждающий знак – это индивидуальное послание, созданное специально для того, чтобы направить вас. Это особенно важно для мягких и добрых людей, которые смотрят на мир с оптимизмом и склонны искать лучшее в других. Эта доброта невероятна, но она также может открыть двери для людей с менее благородными намерениями, которые могут воспользоваться этой доброй волей. Вот тут-то и приходит на помощь интуиция, которая действует как эмоциональный радар, улавливая частоты, которые невооруженным глазом часто не видны. Когда этот радар подает сигнал, это предупреждение о необходимости обратить внимание. Если вы чувствуете себя неловко рядом с кем-то, даже не понимая, почему, стоит отступить и оценить ситуацию. Интуиция часто улавливает нюансы и энергии, которые наш сознательный разум может игнорировать или рационализировать. Эти сигналы подобны кусочкам эмоционального пазла, которые, будучи собранными вместе, открывают четкую картину того, что происходит на самом деле. Прислушиваться к своей интуиции – это не недоверие, а мудрость. В мире, где не все играют честно, самосохранение необходимо. Не осуждать людей без причины, а защищать свое пространство, свою энергию и свой покой. Интуиция – это дар, сигнал души, что-то здесь не так. Поэтому, когда вы чувствуете эти сигналы, не игнорируйте их. Проанализируйте действия и слова тех, кто вызывает у вас беспокойство. Ваша интуиция предупреждает вас и часто оказывается право. Это упражнение на самопознание и доверие. Научиться прислушиваться к этому внутреннему голосу – все равно, что настроить инструмент, и со временем вы становитесь более созвучны жизни. В наши дни, когда в обществе так много масок, осознание подлинности становится непростой задачей. Люди строят фасады, чтобы вписаться в общество или получить что-то, возможно, ваши доверии. Но ваша интуиция, как прирожденный детектив, способна воспринимать то, что сознательный разум игнорирует. Когда человек не тот, за кого себя выдает, начинают появляться такие признаки. Очень важно настроиться на эти внутренние сигналы. Ваша интуиция улавливает детали, которые другие не видят, например, язык тела, смещение взгляда, не совпадающие истории. Распознать разницу между тем, что показывают, и тем, что чувствуют, нелегко, но это жизненно важно. Интуиция – это инструмент эмоционального выживания, антивирус, который предупреждает вас о том, что в ваших отношениях что-то не так. Она заслуживает вашего внимания. Доверьтесь этому шестому чувству. Оно не безошибочно, но это ценный союзник в поисках истинных отношений и в защите от тех, у кого могут быть не самые добрые намерения. Иногда чувство стоит тысячи слов. Если что-то подсказывает вам, что в чьей-то истории есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд, воспользуйтесь этой интуицией. Это поможет вам лучше понять себя и окружающий мир. Быть подлинным – редкость в мире, где многие пытаются приспособиться или спрятаться. Быть честным с самим собой – это смело и делает вашу интуицию острее. Эта интуиция исходит от вашей истинной сущности, вашего подлинного «Я». Когда кто-то рядом с вами начинает играть в игры или скрывать намерения, эта аутентичная часть посылает предупреждающий сигнал. Это чувство в животе, сомнения, которые вас тревожат, не паранойя. Эта ваша интуиция говорит вам, что нужно быть бдительным. Ваше подсознание улавливает сигналы, которые совесть может проигнорировать, например, отвод взгляда, когда вы даете обещания, или несоответствие в историях, которые вы рассказываете. Доверьтесь этому чувству. Это безмолвный проводник, который не нуждается в сложных объяснениях. В вашем путешествии это внутреннее руководство бесценно. Оно помогает вам ориентироваться в сложностях человеческих отношений, отделять настоящих друзей от приспособленцев, определять реальные возможности от подводных камней. Когда вы чувствуете, что что-то не так, обратите на это внимание. Это может быть непросто, особенно когда хочется верить в лучшее в людях. Но ваша интуиция – это плод многолетнего опыта, усвоенных уроков, успехов и неудач. Это голос опыта, который просит, чтобы его услышали. Прислушиваться к интуиции – значит не действовать импульсивно, а наблюдать, сомневаться и, если нужно, действовать осторожно. Иногда достаточно лишь на мгновение глубже оценить ситуацию, чтобы интуиция высветила те области, до которых ваше ограниченное зрение не дотягивается. Аутентичность и интуиция идут рука об руку. Быть подлинным – значит быть правдивым по отношению к себе и другим. И именно эта правда делает вашу интуицию такой ясной. Она – ваш самый верный союзник, который помогает вам идти по своему пути и следовать своей истине. Когда вы почувствуете подсказку интуиции, помните, это часть того, что определяет вас. И самое главное – доверяйте ей. Господи, я возношу свой голос в молитве за тех, кто читает эти слова. Пусть они станут маяком в тумане сомнений. Пусть интуиция каждого человека будет отражением твоего света, проводником, указывающим на истину. В моменты неуверенности пусть мудрость всегда будет рядом, а вера – силой, поддерживающей вас на пути. Пусть подлинность будет броней против иллюзий мира, защищающей целостность и личную правду. Пусть каждый шаг сопровождается любовью и защитой, которые окружают всех нас. Пусть безмятежность успокоит внутренние бури и принесет ясность в решение. Пусть божественное присутствие будет ощутимым, приносящим комфорт в уединение и силу отвергать обман и манипуляции. Пусть каждый осознает ценность своей интуиции, этого голоса, превосходящего разум, и научится доверять этому внутреннему компасу, связывающему его с божественным, вселенной и мудростью предков. В поисках равновесия и истины пусть путь будет освящен, и пусть мир течет в ваших душах, как спокойная река. Да будет так, с благодарностью и смирением. Аминь. Пусть эта молитва станет встречей между вашими поисками ясности и ответом, который находится внутри вас. С каждым словом пусть вы чувствуете себя сильнее и увереннее в путешествии, которое лежит перед вами. Почувствуйте, что вас окутывает вселенная, огромная и любящая энергия, которая всегда рядом с вами. Представьте эту энергию в виде мощного символа, направляющего вас. Каждое слово поддержки может вызвать реакцию доброты и понимания. Распространение позитива помогает другим и усиливает ваш собственный внутренний свет. В этот момент в вашей жизни действует почти незаметная, но очень мощная сила. Эта энергия подготавливает почву для принятия важного решения. Возможно, вы стоите на распутье и размышляете, какой путь выбрать. Помните, что ответ, который вы ищете, не появится на экране и не будет нашептан вам кем-то. Он уже внутри вас, этот тихий, но твердый голос, который знает правильное направление.